так коллеги добрый день добрый день добрый день сейчас мы все включим так чат включен напишите насколько меня видно слышно так доброе утро всем пока коллеги подсоединяется скажите видно ли слышно в чат напишите пожалуйста вопросах отлично ну что у нас прошли длинные выходные очередные выходные время каникул наших но тем не менее приветствую всех москва у нас планируется скоро открываться некоторые города у нас уже работает уже есть некоторый опыт поэтому мы продолжаем наши онлайн и продолжаем готовиться к открытию фитнес-клубов и понимаем что с открытием фитнес-клубов проблем нас не станет меньше станет на на больше больше вопросов больше нам придется понимать как дальше жить и куда рулить поэтому понедельник у нас традиционная история все что связано с правом и юридическими аспектами роспотребнадзором да и разными другими скажем так документными вопросами да что у нас хотелось бы конечно заниматься скорее нашими клиентами фитнесом но по факту многие вопросы с решат лежат в поле правом поле да и мы пытаемся постоянно с ними разобраться но во первых давайте а сюда сейчас коллеги спрашивают где что у нас братья все 100 сюда сразу скину наш план на неделю по по тем онлайнам которые мы проводим ну грубо говоря план наш складывается из того из тех актуальных вопросов которые появляются называется ежедневно да вот буквально на прошлой неделе уже видя что творится в открывающихся отраслях в салонах красоты и прочее прочее мы заметили надвигающиеся такую угрозу и тенденцию связано конечно же с условно проверками да с поведением клиентов которые могут грозить нашим нашему бизнесу ну то есть грубо говоря раньше называли до потребительский экстремизм ну скажем мирное время для нас был конечно угрозой но возникал не так часто слава богу но что-то мы нам кажется кажется и мы ожидаем что такая угроза может стать более более весомой да и надо уже об этом подумать ну чем связано в первую очередь есть такое понимание в первую очередь ну условных таких наших клиентов которые будут стараться помогать нам в кавычках соблюдать меры безопасности да и может быть могут быть излишне до настойчиво это мы понимаем что они могут не только нам говорить о том что мы там что-то не то не там протерли не так соблюдаем дистанцию не те меры примерно но и конечно же кое куда писать это нам будет не на руку ну и конечно же мы не забываем что есть ну жаловаться нас до жаловаться у нас думаю что тем самым нам помогают в нашей работе ну и конечно мы не исключаем варианты когда нас будет провоцировать нас будут подставлять и конечно же на фоне того что мы видим в других отраслях это угроза такая сейчас наиболее кажется сильная момент открытия поэтому завтра мы проведем по этому поводу эфир все остальные наши вопросы они из того опыта который мы постоянно получаем да и делимся с вами поэтому давайте если у кого-то да повторюсь если у кого-то уже был опыт борьбы что называется с патриотическим терроризм обращайтесь мы давайте вас тоже выйдем в эфир поделитесь пожалуйста коллегами мы будем рады вашему участию завтра и в качестве выступающих тоже также хочу да вот коллеги заметили да мне пришлось побриться наконец-то я решил сначала я думал что не буду бриться до конца карантина для нашей отрасли но сегодня мне пришлось потому что пришлось участвовать в очередном заседании связано с лоббированием мер поддержки для отрасли уже такие заседания перешли не то что в разряд каких-то экстраординарных они уже вышли на такую некую рутину да когда даже те меры которые раньше в течение многих лет пытались про лоббировать или как-то защитить они сейчас вышли некую такую стадию что а мог а мог а может быть и сработает поэтому такой практически режиме на 100 но стоп эти меры аккумулируются да и пытаются донестись до тех или иных органов власти субъектов власти до которые которые могут помочь нам этим не разочтить но на сегодняшний день напомню что такое наиболее актуальных вопросов для нас является конечно вполне рекомендации роспотребнадзором для тех кто еще не в курсе но такие есть да напоминаю что вышла сначала первая редакция рекомендации потом вышла вторая редакция рекомендации уже стало некоторые вещи понятно да и уже вопрос валится и канал наш играм периодически до расстановки тренажерах об ответственности о рециркуляторах значит мы на самом деле ну как бы все все эти вопросы они собираются они не всегда лежат в поле видения роспотребнадзора поэтому в частности в москве есть такой документ называется защитный протокол которые правительство москвы собирает в него все 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 необходимые необходимую информацию по мерам которые придется отрасли выполнять мы ждали его на самом деле в конце прошлой недели но недели была короткая поэтому ждем начале этой он достаточно наглядный я могу сейчас например для того чтобы представлять что это будет что это будет за документ сюда бросая но повторюсь это протокол был создан правительство москвы для спортивных объектов для фитнес индустрии будет примерно такой же по структуре и смыслу но мы соответственно более заточен под нашу отрасль пытается уничтожить бизнес но валерий понятно любые ограничительные меры и даже рекомендательного характера да кажется что они направлены против кого-то я не думаю что кто-то где-то там сидит и какая-то большая такая заговор против фитнес индустрии дали там заговор против не знаю бизнеса малого бизнеса крупного бизнеса да и ну я думаю выносить стоит за рамках нашего наше обсуждение но ведь тем не менее да многие вещи которые те или иные его структуры применяют они их применяют с точки зрения выполнения своих полномочий своих это задач да мы них не знаем слава богу мы него структуры поэтому давайте исходить с того что мы получаем документы и повторюсь да уже много раз мы это обсуждали не стоит додумывать за регулирующих органы какие-то вопросы которых они еще не подумали тем более не стоит их спрашивать то что они не регламентировали да вот тоже много раз обсуждали можно ли нельзя полотенца слава богу про полотенец ни слова нигде в принципе никогда не писалось поэтому не стоит спрашивать роспотребнадзор можно ли выдавать полотенца что они могут об этом не дай бог задуматься и что-то для себя придумать этого такое этого пункта в документах нет поэтому полотенца выдавать можно в любом формате ну например кто-то наверное много раз спросил роспотребнадзор от ресторанов про пледы например да вот такой наглядный пример про пледы которые рестораны выдают и не знаю кто такой у них там доброжелатель нашелся тем не менее в новой редакции написали что выдавать одноразовые какие-то пледы что-нибудь в этом роде можно только при условии если их после клиента тут же там стирают выдают новые то есть понятно мы на все рестораны ходим и в принципе понимаем что такое конечно будет сложно скорее все рестораны эту услугу уберут тем менее но вот такая история да и в том числе связанность остановка тренажеров и с нахождением в в раздевал когда там то есть есть понятие соблюдения дистанции дальше никто там по грубо говоря как мы будем это организовывать например с точки зрения ящиков до которых взял к стоят и там такого нет поэтому это все на нашей совести вот значит повторюсь до роспотребнадзоров во второй части главное что нам пошло в плюс это то что те самые рециркуляторы были переименованы воздухочистители поэтому не только то есть разные есть до оборудования которые в принципе можно рассмотреть на рынке хотя по-прежнему мы считаем что рециркуляторы являются данной ситуации наиболее ну скажем так дешевым вариантом и понятным да чем какие-то огромные системы по воздухоочистке повторюсь мы создали сайт который как на котором пытаемся собрать все наиболее эффективные и понятные и дешевые что называется и главное соответствующие требуем роспотребнадзора оборудование сервиса и проще поэтому если то вот что появляется вы прислайте пока мы действительно там нашли только рециркуляторы все остальное в целях сейчас порядке изучения и напомню например для москвы наиболее актуальным тоже таким статьей расхода станет конечно же не только для фитнеса на для всего бизнес это проверка на проведение тестов 10 процентов сотрудникам каждые две недели ну напомню да примерно стоимость этих тестов в москве на следующий день около там порядка двух план трех тысяч рублей на каждую сотрудники ну понимаете какая-то сумма в месяц выходит пока такая мера только для москвы видена для подмосковья она видна для компаний больше больше ста человек в принципе наверное это не так уж и много туда попадает у нас фитнес до клубов до инвитро смотрите мария спасибо инвитро в москве обращались один данный момент сказали что не могут предоставить сейчас предоставить сейчас такую слугу для фитнес-клубов типа у них очень и так все загружено но мы их постараемся пробивать у нас через неделю того чтобы либо их либо кого-то еще пробить полторы тысячи но мы еще сейчас если честно пытаемся найти ориентироваться на что-то в районе тысячи рублей чтобы такая услуга действовала сайт я вот сбросил сюда мы собираемся предложение пока одна там нам обещали коллеги по этим расциркулятором в частности сбросить модели которые уже рассчитаны на помещение там 20 30 50 квадратных метров до а какие-то промышленные более промышленные образцы которые там сразу могут там 1 2 2 1 оборудование до обеспечить по паспорту по крайней мере до необходимой мощности для того чтобы стояли в тренажерном зале так сайта сбросил с роспотребнадзором да пока мы ждем ждем начинаете что мы ждем вот есть повторюсь да вот ссылка сверху защитный протокол если вы обратите внимание он очень удобно мне кажется там реально все собрано все все нюансы по открытию объекта на самом деле я слышал пока на уровне слухов но слышу что такие протоколы должны были сдаваться по каждому региону и по всем отраслям к сожалению я таких протоколов нигде кроме как москвы не видел то есть не очень понятно такая инициатива правительство москвы нам упростить да у сбор с этих документов если у кого-то есть других регионов пришлите пожалуйста где посмотреть это пример в другом регионе таких защитных протоколов значит смотрите но татьян тут тоже мы сейчас ждем по разъяснениям о проведении 10 процентов смотрите отчитываться о за эти 10 процентов сотрудников проведение тестов ли сотрудника должна организация соответственно эти тесты должна провести она за свой счет о чем история то история государства в том чтобы переложить затраты на проведение массового тестирования даст государства на компании поэтому я думаю что тут по полюсу маяс бесплатно не получится провести другое дело также мы ждем разъяснения что же делать и п очень горе слепой работы то им очень тяжело провести 10 процентов тестирования своего тела да это наверно ему придется то есть при придется ли пешником проводить каждые две недели тест или достаточно будет каком-то другом промежутке это пока не очень понятно потому что стерз 7 вентиляции смотрите значит было от распотребнадзора было там комментарии о том что провести тестирование системы проверку системы до вентиляции достаточно один раз перед открытием а дальше соответственно проводить его в штатном режиме как это положено по по паспорту эксплуатации на прошлом вебинаре я уже давал контакты в принципе тоже могу понять нужно кому-то компании которые эти тест проводят и она как бы понимаем обстоятельства всего истории до что ну грубо говоря объективно достаточно бюджет надо было предложено провести тестировать их систем ну вот представитель фитнес-клуба сети фитнес-клубов анкоры это понятно максимальная стоимость что можно было наверное за какую можно было сделать такой тестирование до потратил на эту услугу порядка 200 тысяч так что я думаю например для клубов там тысячи полторы две ну что в районе 50-30 тысяч такое такое тестирование может быть проведено повторюсь да вот по по паспорту и так мы необходим есть некий регламент да по которому для тестирования надо теряться не наша торгового центра я думаю что смотрите обязанность провести тестирование лежит на вас до от роспотребнадзора но конечно наверное тестирование должны проходить не только фитнес-клубы для фитнес-клубов носка и вероятнее всего такие рекомендации стоят и на всех остальных объектов поэтому мне кажется вам стоит выйти на переговоры с торговым центром и обсудить либо предупредить их она об ответственности за такое проведение такого до 7 либо надо разделить этот бюджет то есть вам уже нужно мне кажется в с вами с ними нужно поговорить может быть они уже сделал такое тестирование и у них уже есть документы о прохождении так вот рискую республика башкортостан это уфа 22 июня открывает фитнес-клубы ну вот видите да что вот после москвы так где можно про прочитать протесты в каком документе москва это постановление собянина но уже из раза в раз там все это написано повторюсь когда мы увидим документ ждем защитный протокол там эти там эти эти пункты будут изложено будет все проще да какие смотрите какие документы мы сейчас готовим как раз отраслевой чек-листы на прошлой неделе наверное вы уже видели в пятницу мы разослали чек-лист все что связано с маркетингом да как готовится готовить свой марсинг да к открытию в том числе как минимизировать потери от возвратов клиентами карта что нужно делать чтобы они были минимальны сейчас мы готовим грубо говоря такой более развернутый отраслевой чек-лист которым мы укажем и какие приказы ки журналки документы нужно подготовить о том числе какие технические моменты тоже нужно подготовить при открытии фитнес-клуба то есть что нужно не забыть наводя свой свой объект из вот этого карантина состояние просто сейчас мы его усиленно готовим поэтому опять же таких коллеги я знаю что и очень благодарен тем нашим коллегам партнерам которые присылают нам уже свои наработки мы их объединяем и будет и в самый ближайший момент их все выложим я надеюсь что и даже тем кто сейчас у тебя усиленно готовится тоже будет полезен документ что посмотреть не все ли не все ли забыли вот влад помогает даже представляем какой влад нам помогает с комментариями так сейчас еще у меня была информация 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 следующего характера значит повторюсь мы все это время тоже готовили информацию какие какие меры поддержки могут быть с точки зрения финансов до интересные отрасли поэтому если кто-то еще не заполнял анкету по мерам поддержки сейчас мы уже прорабатываем направление связаны с строительством реконструкции и реновации фитнес-клубов для получения либо субсидии государственные либо льготного кредитования сейчас уже вторую неделю мы правда ждем информацию по льготному кредитованию пополнение оборотных средств значит от мин мин эконом развития проблема в том что мы на прошлой неделе ждали ответы от госбанков от десятки банков топ топ-10 сожалению нам сказали что те деньги которые были выделены на вот эти кредиты по 2 процента до деньги практически закончились поэтому сейчас мы усиленно ищем другие возможности до либо cb забросит государства дополнительные деньги на эту меру поддержки либо мы ищем другой вариант в любом случае мы уже сейчас начали как раз это самые прорабатывать сбербанком по программе регион развития все что связано с постройкой и реновации фитнес-клубов чек-лист по маркетингу я сейчас сброшу суда тоже надо подождать немножко смотрите в принципе я сейчас удар в первую очередь брошу наш наверно от слеграме там все можно в режиме онлайн да не обязательно ждать наших онлайн в час дня вот там что подключиться можно называется в нон-стопе эти вопросы задавать по маркетингу я вышлю чуть позже сейчас найду ссылку можно ли получить налоговый вычет на привлечение оборудования тех но смотрите мы ждем эту меру поддержки она тоже заложена по крайней в тех 30 мерах которых мы видим сейчас обсуждается но повторюсь государства было во первых два маяка первое том что меры уже достаточно было на поддержку выделено второй момент связан с тем что денег не очень-то и много поэтому оценить каково сколько денег потребуется на возмещение государства сложная бэм пока все это к сожалению на уровне на уровне неких инициатив неподтвержденный ничем то есть что пока ну как бы как-то некий pr фон поддержек но по факту пока этого не не видим ну да влад смотрите ну там сейчас какая подготовить все документы в принципе их просто нужно собрать да это список документов а все остальное говорят наши коллеги можно скачать в интернете и распечатать и все запустить важно просто понимать какие чтобы ничего не забыть повторюсь что на сегодняшний день мы не видим что какой-то прямо нас кошмарит или друг кибиска в первую очередь конечно они проверяют выполнение тех них у нее делают прописание на их устранение чтобы сразу штрафовали закрывали мы такого массово не видим прецедента тесты должна быть готова уже к открыть сотрудников нет такого такого мы не видим такого нет я думаю что будет время на то чтобы пройти тесты каком-то режиме начиная с открытия то есть не то что вы должны будете на 23 числа на руках иметь 10 процентов протестных сотрудников такого такого мы распространение ну повторюсь да что нет пока мы не видим того что там если шаг в сторону шаг появляется побегом и тут же расстрел такому пока не видим ситуации поэтому давайте разумно подходить ко всем этим ограничениям и рекомендациям ну смотрите в нам выплатили уже да на период простое считаю будет ли считаться июнь как месяцем когда мы стояли что мы должны выплатить не очень понятно да москве например клубы открываются тоже непонятно что например если вы решили не открываться будьте вам потенцировать затраты ну ждем какие-то это в первую очередь федеральные мера да если она будет применена на этом мы это услышим из центральных каналов лично меня почему-то не верится можно ли можно ли можно ли не открывать клуб если не успели подготовиться к открытию юля но это вопрос такой да это как вам же нужно решать что готовы ли дальше ну как бы простаивать и вы тратить деньги на комплектование и дополнительные затраты в том числе там связано с арендой и прочими платежами из того чтобы начать работать да и вероятно получать какие-то оборотные средства но это не слой как бы сложно сказать повторюсь и я с вами есть на вашем месте я бы рискнул открыться повторюсь что нет такого чтобы вам на следующий день же придут и закроют или наложен штраф мы вот с точки зрения то что происходит не видим такого да если понятное дело что вы делаете что-то их вам приходит проверяющий на вопрос почему там условне с этой циркулятор показываете что у вас есть бланк заказа и оплаченный счет в какой-то компании но они вам его еще не поставили из-за того что ну там задерживаться с поставкой да это уже вы показали намерение да потом чтобы противодействует распространению вируса да а не то что вы злошный нарушитель тут скорее да я бы больше подумал и взвесил на том что действительно ли при открытии фитнес-клуба к вам придет достаточное количество людей которые наполнят клуб и как мог как можно как быстро вы сможете наполнить оборотами средствами да поэтому я бы в первую очередь подумал бы конечно марстинге о том чтобы начать греть ваших клиентов о том что вы скоро откроетесь чтобы они были неком таком состоянии состоянии ожидания и желания как можно скорее вернуться к вам в клубы так павел рпн значит в рпн до напоминаю данное пропустили что во второе во второй редакции рекомендации теперь у нас вместо рецептураторов появилось название обеззараживатели воздуха это не есть но более широком понимании этого слова поэтому нам у кого-то есть уже на предоставке другие системы обеззараживания воздуха то они тоже уже подойдут вот влад пишет тезисом красоты имеется ввиду нарвать на рамеш виду тест на коронавирус до провели для 10 процент сотрудников ну вот да то есть влада порекомендую на где вы провели эти тесты так давайте разметка елена досмотрите мы считаем что разметка в помещении обязательно и даже тут они вопрос наверное о том что насколько она действительно помогает соблюдать дистанцию а говорит о том что вы позаботились помочь вашим клиентам соблюдать эту дистанцию вполне соблюдает не соблюдает и другой вопрос но по крайней мере когда к вам придут проверяющий спросит как вы эту дистанцию суббота пытаетесь помогать людям соблюдать что вот вы покажете вот разметка не на сена все хорошо вы как бы людям помогли не у всех же визуально может есть понимание что такое два метра или полтора а тут вы 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 это сделали так она по поводу субсидии смотрите меня не было пока там никто не обращался не было прецедентов что кто-то получил субсидию хотя поменяли аквет тут все очень просто можно ли нельзя это решается тем что вы послали ну направляете документы на получение субсидии вам соответственно скажут давайте вы это сделаете дальше нам скажете получилось ли у вас получить субсидии или нет подайте документы я думаю что вам достаточно быстро отметит елена голубин нужны ли будут журналы уборки инфекции повторюсь мы соблю сейчас собираем необходимые документы список необходимых документов для того чтобы вас были на руках что нужно что нет но по факту эти журналы нужны температуру сотрудников тоже нужно мерить и журналы вести это уже очевидно 25 заполняемости в клубах значит тоже алла смотрите какая история нас немножко всех может быть смутил документ который мы видели месяц назад от минспорта по факту сейчас в рамках работы мы вообще не понимаем где его использовать поэтому можно его условно игнорировать нет никого вот это абстрактные цифры 25 процентов мы правда видим что некоторые на местах проверяющие органы пытаются в этот документ указывать но во первых он еще является рекомендательным и являлся рекомендательным для своих же подразделений минспорта да в регионах и дальше вероятно эти подразделения должны были вот эту рекомендацию в какой-то другую форму облечь на местах но мы это нигде не видели мы поэтому но условно вы можете сказать что в роспотребнадзоре такого рекомендации роспотребнадзора никаких таких показателей нет кроме как расчет количество человек до квадратные метры напомню до 1 чак на 4 квадратных метров площади фитнес-клуба а по этой цифре ну за надо говорить что либо пусть они предъявят документе это предписывается ограничение не рекомендациями на ограничение это первое а второе но рекомендуем вам некую для себя и для них придумать историю что вы это 20 25 процентов например считаете из низ шкафчиков а из-за количества членов клубов базы клубов да и писать что вот у вас тут членов клуб 33 тысячи одновременно у вас не более 25 процентов и находится не нужно придумать вот эти шкафчики почему-то да вот эти 20 непонятное число 25 процентов при рамках шкафчиком зачем вам такое лишнее ограничение главного если вы такое будете говорить его правящим органам вы даете им повод задуматься или к чему-то придраться ссылку на пм сейчас я скину в москве повторюсь мы ждем протокол защитный для того чтобы стало нам понятно давайте ну во-первых я значит все документы мы собираем актуальные вот по этой ссылке конкретно рекомендовать там и в том числе рекомендации рост потребнодзора последняя редакция редакция по фитнес-клубам рост потребнодзора вот по этой ссылке так ну сотрудник рпн федерации сказал любым доступным прибором да это правда только не инструкцию а паспорт смотрите не инструкция доните абстрактным документа у каждого деле есть паспорт и сертификат вот эти требуйте грубо говоря чтобы вам вместе с оборудованием давали такие два документа которые вы будете показывать проверяющим органам смотрите насчет шкафчиков повторюсь полтора метра надо соблюдать между шкафчиками а у вас клиент должен соблюдать дистанцию до социальной дистанцию полтора метра шкафчики здесь не очень причем повторюсь что в качестве удобства вам соблюдание этого регламента была придумана такая штука как предварительная запись она к чему для чего набор было придумать чтобы и контролировали и проверяющие органы понимали что вы контролируете количество людей фитнес-клубов поэтому грубо говоря если у вас есть некие понимание что к вам люди не все одновременно понятно там не знаю 100 человек когда вы пришли в раздевалку и переодеваются в там 20 сантиметров друг от друга понятно делать нарушение если у вас такая ситуация да и такое ну говоря такой размер раздевалок то вам наверно придется закрыть часть ящиков если у вас распределено заходы в раздевалку там по времени если вы понимаете как контролировать одновременно использование соседних ящиков да если например у вас там автоматическая система когда вы можете дать какие-то часть ящиков блокируете потом открывать то прямо закрывать не я не вижу причины вам важно понимать что в момент когда проверяющий орган зайдет к вам раздевалку люди должны находиться друг от друга в полутора метрах как вот ноу-хау от некоторых наших коллег дошло что например для особенно в летний период когда достаточно количество клиентов приходит и пользуется раздевалка только для того чтобы оставить свою сумку часть шкафчиков если это возможно либо выставить его просто доставить в коридор где просто чак может прийти кинуть сумку пойти дальше он не будет говоря толпиться в раздевалке занимать там метражи да в регионах театр образцы регуляторов говорят что до ру но есть такая история до ру такое аббревиатура который используется в первую очередь в циркулятор для медицинских учреждений и не знаю где там в операционных наверно да у нас таких требований нет роспотребнадзор очень не такого не говорил поэтому не ведитесь на все эти истории когда вам пытаются продать более дорогое оборудование из-за того что есть какой-то какой-то у них мнимое это преимущество мы рекомендуем воспользоваться более там дешевым если они ну как бы дешевым и аппаратами так ну как бы и не вестись на то что вам говорят продавцы понять продавцы часто но придумал все что угодно чтобы там продать что-то подороже побольше до журналов влад все верно журналов мало мало не бывает да понятно например проречивших органов объектов много если они придут и увидят вас целую кипу там каких-то документов приказов журналов и прочее прочее вряд ли они сейчас сядут и будут все проверять на соответствие они просто поймут что вы провели работу что она у вас ведется что вы все соблюдаете и пытается соблюдать и просто увидев этот объем документов скажет молодцы и пойдут в любое другое организацию где например таких журналов нет так ну вот влад делал по 3 500 привет вам в офис ну вот 3 500 цена да вот сейчас такая цена для некоторых клубов это может быть и нормально для боюсь большинства фитнес-клубов это прям будет реально такая прям статья бюджета такая немаленькая 3 500 если там вас 100 сотрудников то вот выдавать там не знаю по 70 тысяч месяц за эти тесты это конечно уже бюджет так дмитрий а это вы наверное вот этот пункт который считаю значит обеспечить проведение профилактической дезинфекции всех помещений соблюдением соответствующих рекомендаций с учетом патологической ситуации а это вот вы скажите откуда этот пункт чтобы я понимал он явно не из роспотребнадзора какой-то региональный орган власти вам да где-то его прописал а где это дмитрий прокомментируйте где этот пункт так пункт 5 давайте открою ну да и пункт отсылает на каким-то другим рекомендациям понятное дело что скорее всего это уборка помещений имеется ввиду горка помещений наверное можно будет говорить я думаю что ситуация же меняется да если помните есть документ который даже в онлайне может встретить какой на регион в какой у нас стадии вы на это на каком этапе открытия до находится так я думаю что либо мы этот пункт увидим в защитном протоколе по москве и сможем вам его прокомментировать так либо получим дополнительный комментарий хорошо дмитрий давайте мы этот пункт еще отдельно поработаем так пятый пункт и она да хорошо давайте тоже знаем по что то есть пока у нас не было такого прецедента твой первых он пока написал да то успел провести коррекция квада для того чтобы для того чтобы подать пола повторно непонятно как будем каждые два часа обрабатывать гантели к грифы коврики так далее но в принципе это конечно понятно когда это усиление клининга до который просто практическим режиме нон-стоп а будет ходить ну вы до каждого часа имеется ввиду что просто женщину забывать в зависимости от на арометража тренажерного зала один или два представьте клининга практического режиме нон-стоп идет и протирает все подряд идет 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 ну какая еще история да что у нас ограничили количество людей фитнес поэтому мы не видим здесь что будет какая-то толпа клиентов которые где уже невозможно разобраться о том что кто куда пошел то чем о чем тренируется поэтому как раз количество людей да ну вот туда влад правильно рекомендует ограничиться документом да в которую просто будет отмечаться что но грубо говоря клиник прошелся прочел протер и все он сделал это быстро до отметил что вы протерли ну вот и есть ограничение до галин есть ограничение 1 1 чак на 4 квадратных метра вот но единственное ограничение нас есть пока лично елена как дополнительные меры я думаю будет достаточно как дополнительные меры это будет хорошо естественно поставить антисептики но я боюсь что если вы не включите клининг и точно если вы не с это не журнал не заведете до уборки то это будет не достать недостаточно проверяющих органов так светлан дапов есть тоже момент мы тоже всем говорим что роспотребнадзор это рекомендации а на местах региональной власти могут менять это любые показатели в том числе и рекомендации могут изменить в сторону как сторону усложнение нам жизни так и упрощение поэтому безусловно нужно смотреть в том числе и на документы на документы в региональных органов власти но помогу по московской области если честно я не пока не видел вообще никакого документа о том чтобы там открываются фитнес-клубы открывается каким-то ограничением не очень прям что за документ если ислам есть ссылка пришлите пожалуйста по факту но вот на четверг данных а вот том когда откроется в московской области фитнес-клуба у нас нету юля все верно да есть мира есть реалии наверняка все так же как и я и как и юля как все остальные доходят фитнес в магазин не видит что насколько там соблюдается ли не соблюдаются режимы и требования роспотребнадзора и в том числе самое смешное конечно что вирус у нас традиционно распространяется только в одной плоскости то есть вперед назад да когда стоят разметка дистанции на кассах а вот почему-то влево вправо он не распространяется и до сих пор непонятно почему это нигде не как роспотребнадзором не было отмечено соседних кассах ставить можно почему-то так коллеги ну наверное это пока все еще раз из итогов таких да мы ждем защитный протокол по москве я думаю что он будет такой очень в первую очередь показательный удобно для москвы если в каких-то других регионах защитный протокол делается пришлите пожалуйста на них ссылки мы также выложим ну мы считаем это наиболее такой полезный документ на сегодняшний момент так по чек-лист да алла смотрите либо заходить к нам на telegram либо по маркетингу прямо подожди сейчас я закончу сюда там чем 5 минут найду его и выложу по всем остальным чек-листам мы готовим этой неделе и постараемся тоже выложить я думаю что будет полезно для москвы который готовится 23 числа открытия для остальных регионов которые я почти верен не достаточно в короткий срок также начнут открываться сайт повторюсь значит сайт не спрашивали еще раз где мы собираем если у кого-то есть еще какие-то данные о оборудованию сервисом чему-то еще присылайте мы будем выкладывать спасибо хорошей недели и до завтра в час дня снова мы вас ждем спасибо спасибо